Всем привет, меня зовут Виктор Нехезин. Вы слушаете, а возможно и смотрите подкаст русской службы BBC «Что это было», в котором мы главным образом рассказываем о российском вторжении в Украину и его последствиях. Сегодняшняя тема на первый взгляд сугубо российская. Сотрудники крупного российского маркетплейса Wildberries объявили забастовку. Их категорически не устраивает новая система штрафов, которую попытались ввести владельцы компании, и забастовка уже привела к некоторым уступкам со стороны администрации. Это далеко не первый пример активной деятельности профсоюзов в России за минувший год, и даже складывается впечатление, что, возможно, таких акций стало больше после начала войны. Действительно ли это так, и чего удается добиться профсоюзам, будем говорить об этом с моей коллегой Ольгой Шайменной. Это экономический редактор русской службы BBC и один из авторов текста, который так и называется «Забастовка Wildberries. Как деятельность профсоюзов в России изменилась после начала войны». Оля, привет. Привет, Витя. Давай, собственно, начнем с самой забастовки. Почему бастуют сотрудники Wildberries? Что за штрафы? Штрафы вводятся для владельцев и сотрудников пункта выдачи заказов. Смысл в том, что если заказ, например, выдаётся покупать, или покупатель чем-то недоволен, например, качеством, или товар не соответствует описанию, или что-то не то с ним, то он возвращает этот товар, соответственно, обратно в Wildberries, ну, в тот же пункт. Получает обратно деньги, видимо. Да, получает обратно деньги. А владельцев и работников пунктов начали штрафовать за вот эти вот возвраты. И то есть получается, что вину за какое-то несоответствие там качеству и выдачных товаров они переложили на них, собственно. Вот. Ну, наверное, чтобы был понятен контекст, хочется рассказать его там чуть пошире. Wildberries – это marketplace. Что такое marketplace? Это платформа, на которой разные компании продают товары, какие-то услуги и так далее. Собственно, Wildberries осуществляет вот самоуправление платформой, то есть где можно там взять и купить что-то. Вот. Плюс логистика. Соответственно, вот то, что есть на Wildberries. И там могут быть любые продавцы, там, ну, чаще всего это какие-то небольшие компании, там, не знаю, и пэшки, индивидуальные предприниматели. И вот это вот всё, которые завозят товары разные там, ну, в России или сами что-то производят. И на самом деле все проблемы Wildberries и подобных компаний, вообще проблемы сферы доставки, они довольно сильно обострились ещё во время пандемии. Потому что в целом в России довольно дешёвая сфера вот этой доставки. Потому что есть курьеры, которые, как правило, ещё приезжие из других стран, мигранты. Их труд не очень высоко оплачивается, и, собственно, с помощью них многие магазины легко доставить какие-то товары от продавцу к покупателям, идёвшего, главное. Собственно, во время пандемии вот эта вот сфера доставки, она буйно расцвела. То есть, ну, мне кажется, что даже вот, я не знаю, на собственном примере могу привести. То есть, когда вот все засели, было понятно, что хочется там, не знаю, что-то купить. То есть, ну, и ты заходишь либо в Marketplace, либо в какую-то службу доставки, там, Delivery, Яндекс и прочее, что ты заказываешь. Это и продукты. У меня там, например, был рядом с домом в Москве офис Озона, и я там, не знаю, мне кажется, всякую ерунду постоянно там заказывал. Это удобно. Зачем идти в магазин, где много всего, надо там искать, когда можно заказать что-то в интернете и забрать в соседнем подъезде буквально. И, соответственно, случился бум доставки ещё во время пандемии. Компании начали на нём хорошо зарабатывать, соответственно, повысилась нагрузка на сотрудников. Дальше случилось, как бы, потребительские привычки после пандемии особо не изменились. То есть, если я привыкла заказывать в офисе Озона в соседнем подъезде, я не пойду в торговый центр за какую-нибудь мелочёвку. Я закажу дальше, буду заказывать в Озоне. Собственно, потребительские привычки совсем не изменились. Но случилась война. И после войны из России начали уходить бренды, известная компания. И начался развиваться параллельный импорт. И вот мои коллеги, Настя Стагнин, моя бывшая коллега, и Настя Платонова, они съездили в Казахстан, чтобы рассказать, как это происходит, этот параллельный импорт. Именно вот такой вот, ну, как бы, телефонов, например, смартфонов, каких-то там мелкой электроники, может быть, каких-то брендов одежды и так далее. А в целом он происходит через челночников. Просто через их новый, как бы, вариант. Вариант челночников. В современных челночников. Да, в челночнике 2022 это люди, которые, собственно, каким-то там, например, закупили там 10 айфонов. Я сейчас, конечно, утрирую. Закупили 10 айфонов в каком-нибудь казахстанском магазинчике. Ну, либо заказали их через Телеграм, либо сами за ними съездили. Их им отправили в Москву, либо с ДЭКом, либо, как я сказала, они сами их привезли. И дальше они, у них, как правило, там ИП, мелкий магазин. И они идут, эти айфоны продают, скорее всего, на Вайлдберрис, на Озоне. Вот тут появляется Вайлдберрис. Да-да-да. Собственно, они там... И получается, что после бума, который был связан с тем, что случилась пандемия, и все начали заказывать, второй, как бы, ну, меньше, наверное, бум был связан с тем, что именно маркетплейсы выиграли от ухода компании и развития параллельного импорта. Потому что, грубо говоря, крупной сети электроники сложнее завести айфоны. То есть надо договориться с каким-то крупным поставщиком в обход Apple и так далее. А вот эти мелкие компании, ну, они купили, завезли и, собственно, продали на той площадке, на которой это проще. Ну, а когда что-то буйно растет, соответственно, повышается нагрузка на сотрудников. И когда... И понятно, что компания зарабатывает, но ей же надо перестроиться, чтобы платить больше сотрудников. Он может этого не хотеть. Или хотеть, я там не знаю ничего про планового руководства Wildberries в этом плане. Вот. Но в целом это так. То есть понятно, что там тот человек, который там работал раньше 8-9 часов, может в ситуации какого-то бума и бурного роста работать 10-12 часов. А компания может запоздать с какой-то там оплатой, повышением. Или он, в принципе, уже не согласен так работать. И так далее. Ну, слушай, все-таки мне немножко непонятно. Ты говоришь, что произошел бум вот этих вот услуг. В том числе и на этом, видимо, очень выиграла компания Wildberries. Но тогда непонятно, почему они ужесточают условия для своих сотрудников. Ну, ужесточают, во-первых, потому что, скорее всего, помимо... Ну, например, в Wildberries были много... Даже в том году были скандалы из-за того, что там появились подделки, например. И понятно, что люди там покупают что-то, они могут быть недовольны качеством, они возвращают эти товары и так далее. Ну, и, конечно, компания не хочет нести эти издержки. То есть издержки несет Wildberries при этом? Да то я не могу тебе точно сказать. Я не знаю, какая там система. Но смысл в том, что переложили эти издержки на то звено, которое наиболее не защищено в этой цепочке. Они защищены, как правило, сотрудники. Чаще всего в сфере доставки предполагается, что вот сотрудник, он не защищен, потому что там чаще всего нет официального трудового контракта. Там есть какие-то другие способы. Вот возвращаемся теперь к этой забастовке. В какой форме она проходит? Что значит, что бастуют сотрудники Wildberries? Ну, они, надо сказать, что бастуют сотрудники пунктов выдачи. Если там посмотреть и СМИ, и у них есть в Телеграме группа, где там это все публикуется. Ситуация такая неоднозначная. Я думаю, давайте, воюйте, бастуйте, ребята, добивайтесь, чтобы было все грамотно. Чаще всего это просто закрытые вот эти пункты. То есть там очень много фотографий, где закрытый пункт, на нем написано, я не знаю, всеобщая забастовка, бунт, я не знаю, от Владивостока до Крыма, которая аннексированная территория Украины, присоединенная к России, но как бы в этих каналах, конечно, там их по-разному трактуют. Прежде всего это выражается в том, что просто они закрыты. Чаще всего туда приходит какой-то товар еще, некоторые его принимают, некоторые нет. Вот, но просто они не выдают. Почему это важно? Потому что компанию, соответственно, они таким образом бьют рублем. Группы говорят, если нет выдачи, нет продаж. И, соответственно... Хорошо, такой вопрос. Можно ли говорить, что вообще невозможно ничего получить теперь в пунктах выдачи товаров в компании «Валберес» или все-таки это не повсеместно, это все-таки отдельные пункты? Ну, очень сложно понять масштаб. Понятно, что идет речь о большом количестве пунктов. То есть я там видела оценки про тысячи. То есть вопрос того, что в каких-то регионах там часть закрыта, в каких-то там большинство закрыто. То есть нельзя сказать, что это вот 100% все пункты закрылись. Ну, то есть понятно, что кто-то работает. Ну, так как бы невозможно так скоординировать, скорее всего. Кто-то закрылся, кто-то нет. Ну, то есть получается, что какая-то большая часть закрылась, потому что, собственно, это попало в новости, это видно. То есть в этих же чатах, например, есть перекличка пунктов в регионах, которые присоединились к забастовке. То есть понятно, что это довольно большое количество их. Я, насколько понял, уже им чего-то удалось добиться. Что именно? На какие уступки пошла администрация? Ну, наверное, первая реакция, вот первая. Забастовка началась в среду с утра. И сначала Вайлдберрис просто отрицала, что это происходит. К вечеру среды она объявила, ну, компания объявила о том, что с частью пунктов они разрывают сотрудничество. И там была формулировка, как будто пресс-служба просто, ну, не знаю, училась у российского МИДа. То есть они сказали, что с партнерами, которые выбирают нецивилизованные формы диалога. Ну, то есть это не самая популярная формулировка и фраза у российских компаний. Собственно, потом стало понятно, что забастовка больше и объемнее, чем показалось на первый взгляд. И Вайлдберрис начало идти на уступки. То есть вчера были заявления о том, что штрафы сняты. И на самом деле здесь еще интересно, что обычно забастовки были и раньше, но они обычно привлекали не очень много внимания властей. А здесь было заявление генпрокуратуры о том, что по ее поручению прокуратура Московской области должна проверить то, ущемляет ли Вайлдберрис права работников. Второе было, это все обсуждалось в Госдуме. А Вайлдберрис даже сделала согласительную комиссию с теми, кто бастует. И результатом этой согласительной комиссии было с тем, что 15 бастующих этих пунктов открылись. Ну, как бы это на сегодня последняя новость. Но тем не менее забастовка продолжается. Да, забастовка продолжается. Вот этот чатик, он бушует, там много-много всего. И на самом деле перспективы того, как она закончится или нет, сложно, потому что, например, я его сегодня с утра открыла, когда готовилась к подкасту. И там сейчас я еще раз уточню, что бастуют работники пунктов приема, выдачи, не приема, выдачи заказа, прости. А, например, там было какое-то душераздирающее сообщение от человека, который сказал, что он работает на складе. И с него примерно те же штрафы снимают. И, например, у них его контракт позволяет работать без выходных. И он, как я понимаю из этого сообщения, там были люди, которые по нескольку недели работали без выходных. И, например, штрафы уничтожали всю их заработок. Так что они практически в ноль работали без выходных. Опять же, я это не проверяла, не знаю. Это вот я с утра прочла в этом чате. Но явно есть еще и вот такой аспект, что, может быть, как бы вот эти пункты – это как бы верхний слой этого айсберга. Немножко отвлечемся от компании «Валдберрис». Я хотел тебя спросить, насколько вообще это частое явление забастовки в России, потому что на самом деле вот так вот на вскидку мне приходят в голову только акции курьеров, причем до войны еще и после войны, насколько я понимаю, они тоже были. Но это вот частый инструмент – забастовка? Вообще нет. Надо сказать, что вот моя коллега Настя Голубева, с которой мы делали текст, она говорила с представителями профсоюзов, с участниками какого-то левого движения в России и так далее. И они все, в общем-то, единогласно называют это все скорее вспышками. То есть, как получилось, какая-то возникла, грубо говоря, кому-то не дали денег. Ну или там как-то ущемили, я не знаю, права по-другому. Там, не знаю, заставили работу 24 часа. Ну, я утрирую. И, соответственно, человек, ну, как бы группа людей, которые попали в эту ситуацию, они объединяются, начинают пастовать, устраивают компании в соцсетях, там выходят к офисам и так далее. В зависимости от масштаба проблем, к ним больше-меньше присоединяются людей. Соответственно, когда это происходит, компания, как правило, ну, как-то они немножко договариваются, чтобы снизить согласку. И вот это решается. Но какого-то фундаментального изменения там ситуации для сотрудников на самом деле не наступает. Просто какой-то группе людей там дают денег, например, или улучшают условия. На самом деле несколько крупных забастовок было вот как раз в конце 2022 года. Это как помимо Вайлдберрис, которые тогда тоже бастовали, но это было связано с тем, что, опять же, Новый год, им сильно увеличили рабочий день, и они хотели его сократить. Ну, то есть они там работали до глубокого вечера, им тогда уступили. Второй профсоюз, который устраивает похожую активность, это курьер. Это сотрудники, как это как раз курьер. Это, опять же, к вопросу о доставке, которая прижила бум и переживает его. Потому что, собственно, вот эти вот две группы, они сотрудники маркетплейсов, и курьеры как раз они бастуют в последнее время и устраивают довольно громкие акции. Но во многом как раз это связано с тем, что, как я и говорила, их как бы права совсем не защищены. Вот. И курьеры, они еще с 2020 года бастуют. Тогда они устраивали большие акции против Delivery Клаба, которые, ну, тоже там были недовольны условием работы. А в конце 2022 года они устраивали акцию против Яндекса. Там тоже было недовольство условиями работы. И, собственно, акция шла по тем же как бы канонам. То есть это разные там соцсети, остановки, там приемов заказов. Ну, не приемов заказов, а в случае обслуживания это курьеры. Вот. И прочее. Тогда это было достаточно большое. Там было несколько тысяч работников в 15, что ли, в городах, если я ничего не ошибаюсь. То есть и в целом, ну, и опять же, тут же примерно механизм действия был. Яндекс отрицал это. Потом там даже появлялись безумные новости в СМИ со ссылкой на службу Яндекса о том, что за расплата курьера достигает 160 тысяч рублей в месяц. Ну, надо сказать... Ну, это неправда ты считаешь, да? Ну, не все журналисты так получают, я бы сказала. Совсем не все. Да, и получалось, что, ну, в конце концов, там как-то их требования были, как я понимаю, удовлетворены, но не уверена, что на все 100%. Ну, вот у меня простой очень вопрос. А почему получается так, что как раз у сотрудников Wildberries и у курьеров получается организовывать такие акции? Это потому, что у них профсоюзы сильные? Есть объяснение какое-то? Ну, во-первых, у них новые относительно профсоюзы. То есть, это профсоюзы, появившиеся за последние годы. Там есть какие-то люди, которые довольно активны. Да, у них еще есть запал, так сказать. Да, у них есть запал, они там не так сильно, наверное, интегрированы в систему. Но, опять же, это какие-то разовые акции. Это не то, что вот они вышли и как-то добились того, что, я не знаю, там, права сотрудников были защищены. Скорее, там, им в какой-то момент назначили штрафы, они вышли, штрафы отменили. Но сказать, что в целом им там, я не знаю, там, стали там, не знаю, всех перевели там на трудовые договоры, с которых там несложнее уволить, я не знаю, с которых надо, если тебя сокращают, там, платить оклады. И вот это вот все. Ну, то есть, те, которые действительно улучшают условия труда, такого нет. Это именно, скорее, вспышки. То есть, удовлетворили требования и пошли дальше работать. В других сферах вообще нет подобных примеров? Я имею в виду. Ну, вообще есть, есть, но они немножко, наверное, еще, здесь, наверное, надо сказать, оговорить еще в том плане, что это такие яркие новые профсоюзы, и они более напористые. То есть, они там реально используют там сети, они там выходят на какие-то акции, они довольно яркие все. Они там придумывают какие-то смешные там лозунги в сетях, то есть, ну, то есть, какие-то, как-то так. В России есть другие профсоюзы. Во-первых, они очень интегрированы в государство и не очень активно бастуют. Вот. А во-вторых, ну, то есть, там скорее, вот как нам рассказывали, все переговоры проходят без участия паблика. То есть, там есть какие-то проблемы, они обсуждаются. А как под ковром их еще, да? Да. И чаще всего это, например, такая работа, скорее, бумажная. То есть, там, например, что-то случилось, пожаловались в трудовую инспекцию. Что-то случилось, там, туда-то пошли. То есть, это не забастовка как таковая. Это скорее такая бумажная жалоба. Но это то, насколько, в принципе, наверное, протест возможен в современной России. Вот он возможен таким образом. Из таких ярких примеров, более того, что куда-то вышло, это были протесты в Икее. То есть, протестами сложно назвать, но в Икее был профсоюз. И в отличие там от Вайлбереса или Курьера, это не, грубо говоря, не новый, то есть, он относительно новый, но он был создан с участием в Медерации независимых профсоюзов. Это такое большое прогосударственное объединение профсоюзов, плотно интегрированное с властями. Было там вот расследование РБК о том, что там они срабатывают на госконтрактах. И, собственно, их нельзя назвать независимым игроком. И Икее, ну, они добились, на самом деле, своего, потому что Икее, когда началась война, соответственно, Икее, как шведская западная компания, решила уйти из России. Уйти из России, ну, продав свои активы. У нее были заводы и магазины, и, собственно, ну, это как бы довольно крупный игрок. И, соответственно, она хотела уволить сотрудников. Но сотрудникам это не понравилось. И они выступили против. Но там были скорее организованы, грубо говоря, этим крупным профсоюзом компании. И в основном это была не забастовка как таковая, а различные там опросы, массовое вступление в профсоюз и так далее. Но это совпало с тем, что были, проводились активные переговоры о продаже Икее. Там были в новостях даже утечки по поводу того, что был кастинг каких-то покупателей, которые приходили тайно на заводы, смотреть что и как, там, не представляясь одетые в этих спецовках. Опять же, это было в СМИ, и я не знаю, насколько это правда. Ну вот. И, соответственно, вот, возможно, вот эта вот активность профсоюза Икее совпала с этими переговорами. А так как компания все-таки хотела уйти из России, а этот уход все откладывался-откладывался, она пошла на уступки рабочим, в том числе, там, с сохранением рабочих мест до конца года. Ну и, собственно, Икее в результате продали, продали там, ну, небольшим компаниям, малоизвестным, но, ну, как бы, они выглядят как настоящие покупатели, потому что у них там 20-летнюю историю обеих на рынке. Следующий мой вопрос как раз по теме, заголовка вашей статьи. Как изменилось профсоюзное движение в России после начала войны? Ну вот, а как оно, собственно, изменилось-то? Как вы отвечаете на этот вопрос? Слушай, ну вот здесь сложно, с одной стороны, потому что профсоюзное движение, вот оно как бы представляет собой вот эти вот вспышки, как я говорила. Частично об одном из изменений нам рассказывали представители профсоюза. Вот я чуть раньше упоминала про вот эту бумажную работу в том, что там что-то не так, пришли, пожаловались, отправили жалобу в трудовую инспекцию. А сейчас я насколько понимаю, что они говорят, что стали намного хуже отмечать. То есть, ну не рыбайтесь, зачем вы жалуетесь, не надо. И понятно, что любая там риск вот этого вот массовых там протестов, забастовок, он достаточно высокий. И поэтому в целом, ну как бы организаторы профсоюзов, они прячутся. А часть это было связано, например, с делом Кирилла Краинцева. Опять же, говорю, что надеюсь, что нормально ставлю ударение в этой фамилии. Вот. Потому что, ну, мне это отпутаю. Вот. Он был, он стал фигурантом уголовного дела по Дадинской статье за многократное нарушение правил проведения митингов. Как раз за призывы вот про забастовки. Вот. И, собственно, его приговорили в итоге к четырем месяцам тюрьмы. Тюрьмы, но он их просидел в СИЗО, поэтому выпустили в зале суда. Но все равно это неприятный прецедент в том плане, что за профсоюзную работу его как бы привлекли. И, соответственно, они стали осторожнее. То есть мы даже замечали, что вот как бы они, ну, активисты, ну, боятся, чтобы мы упоминали их имя, например. Кто-то не отвечает. Валберес, вот, например, там профсоюз, в принципе, могли общаться с ним только через чат-ботов, и он был такой довольно закрытый для общения. То есть сейчас там появился представитель, который, ну, как-то говорит о проблемах публично, какой-то публичный спикер. Но, опять же, там, например, он сходил на провластные РТ. Ну, вот. Но как-то так получается, что это все довольно, ну, как бы закрытая штука. И понятно, что активисты боятся рисковать, потому что, ну, понятно, что у любых там публичных мероприятий в России высокие риски. Ну, и разные. Ну, то есть получается, что мое впечатление было ложным. То есть, на самом деле, то, что акции громкие, и то, что их стало много, на самом деле, это совсем не говорит о том, что профсоюзное движение активизировалось как-либо в России. Нет, абсолютно не говорит. Более того, даже вот в СМИ было аналитику, что, в принципе, забастовок стало меньше. Но, наверное, надо рассказать, что представляет собой профсоюзное движение. Потому что мы так сосредоточились на двух самых ярких примерах. Но на самом деле в России есть очень крупный профсоюз. Это Федерация независимых профсоюзов. Такое крупное объединение профсоюзов. Там несколько миллионов человек туда входят, более ста организаций. Это вот профсоюзных ячеек, организации и так далее. Вот. И это прям вот крупный-крупный профсоюз. И он абсолютно прогосударственный. То есть, он сильно аффилирован с государством. Его там другие как бы активисты профсоюзные называют конформистским и прочее. И в целом не всегда лестно о нём отзываются. Скорее, не лестно. Вот. И более того, там про него были расследования в СМИ. Вот как раз мы приводили в тексте расследование РБК про то, что там было много недвижимости ещё с советских времён. И профсоюз зарабатывает на госконтрактах. Но эти госконтракты – это аффилированность с государством ещё как лишний её показатель. И получается, что, конечно, вот такой профсоюз, он не будет там заниматься активной протестной работой. Вот. Второй профсоюз, который был в пику вот этому создан ещё давно, то есть в последние годы, это Конфедерация труда России. Но он не настолько большой, во-первых. Во-вторых, ну как бы он не столько просто охватывает, он не настолько большой по масштабу. И опять же, вот этим новым профсоюзом, им-то вот этих двух всё равно далеко. Да, понятно. И, собственно, судя по всему, действительно, какой-то яркой профсоюзной деятельности в России становится всё меньше. И действительно, как бы не то, что там как-то кто-то массово там борется за права рабочих, это и работников там, я не знаю, там сферы услуг или чего-то ещё. Это скорее вот именно… То есть даже вот представители и независимых профсоюзов, и вот, грубо говоря, и вот про-государственных, в принципе, называют, одновременно не сковариваясь, называют это всё именно вспышками. То есть где-то вспыхнуло, кому-то что-то там не дали, кто-то более активен. Тогда, например, пришли новые неуставшие люди, не аффилированные с государством, вот она вспышка случилась. Вот её погасили, и дальше ничего не меняется. Ну, то есть мой последний финальный вопрос, я думал задать о том, что будет дальше с профсоюзным движением, но я так понимаю, что прогноз довольно пессивистичный. То есть всё-таки больше оснований считать, что наоборот акций будет всё меньше. Ну, сложный вопрос, потому что, с одной стороны, вот есть вот эта вот доставка, которая, получается, что и выиграла от всего происходящего, и пострадала от того, что работникам, конечно, на них больше нагрузки, меньше как бы бонусов для них. И понятно, что в этой сфере, конечно, они могут и дальше бороться за свои права. Тем более, как мы видим по Wildberries, она довольно, во-первых, довольно успешная с точки зрения того, как на неё обратили внимание власти, и что там компания пошла на уступки. Ну и судя по сообщению в чатах, то, что я рассказывала о проблемах на складах и прочее, что там есть потенциал идти дальше. Но вопрос того, что это будут какие-то в целом вспышки всё ещё, потому что непонятно, как там крупные прогосударственные профсоюзы могут как-то ожить, грубо говоря. Ну вот. Ну и плюс там ещё, конечно... Я вообще, когда готовилась утра к подкасту, я хотела вспомнить такую, наверное, личную историю. Так. Но она была как раз вот про поездку до войны в Кузбасс. Как раз в одном из маленьких, ну не маленьких, он средний город, Анжера-Суджинск, там бастовали санитарки. Так. Это в Нюх тоже сейчас стал профсоюз действия, который там частично, как сказать, был... Ну, как бы он независимый профсоюз, он не был аффилирован с государством, но он как-то немножко взаимодействовал как раз с организациями Алексея Навального. Вот. И получалось так, что там... И там очень интересно было в том плане, что такое санитарка в маленьком городе. Ну, то есть это, как правило, человек, который работает на не очень высокую зарплату. И такой он задавлен. Ну, грубо говоря, вот этой своей жизнью, в которой там много работы, мало доходов, маленький город, какая-то безысходность. И при этом вот я до сих пор вспоминала, когда там было несколько женщин, с которыми я разговаривала, и они были... Ну, то есть я спрашивала, почему вам так не хочется? А тогда было там в рамках майского указа, в котором всем медицинским работникам нужно было повысить зарплату. Это ещё в 2012 году постановил Путин. Тут, ну, соответственно, когда его восполняли, то часть медицинских работников переводили в другие разряды, чтобы и денег сэкономить, и как бы так, ну, по многим причинам. Ну вот. И, собственно, санитарок тогда делали уборщицами. Вот. И, собственно, вот эти вот женщины-санитарки, они очень не хотели быть уборщицами. При этом им обещали, что деньги будут те же, но просто они будут в другом статусе. Ну, понятно, что опять защищённость уменьшается. И я у них спрашивала, если вам обещают те же деньги, ну, зачем, почему вы бастуете-то, ну, почему вы там идёте на открытый конфликт с начальницей? Понятно, что в этом городе там, ну, вот для женщины в этом городе, ну, либо, грубо говоря, санитаркой в больницу, либо продавщицей в пятёрочку. Как бы больше каких-то других вещей нет. Они так говорят, ну, типа, вот моя работа, она такая, да, я помогаю людям, я хочу, чтобы мы труд уважали. И для меня это, например, вот этот вот какой-то уровень уважения для меня был довольно, ну, вот от санитарки в маленькой больнице, в маленьком городе, где-то вот в российском регионе, это как бы, ну, мне кажется, довольно показательно. Но опять же, таких случаев довольно мало, мне кажется. Ну, то есть, мне тогда это очень поразило, но, к сожалению, таких случаев довольно мало, и история у них кончилась всё равно, как я, насколько я помню, я сейчас тоже могу немножко ошибаться, увольнением. Вот. Но в целом вот такой борьбы, их её мало, но она есть. И, может быть, как-то в каких-то вещах она возможна. Спасибо большое, Оля. Это была Ольга Шамина. Вы слушали и, может быть, даже смотрели подкаст «Русская служба Би-Би-Би-Си», что это было. Смотреть нас можно, естественно, на Ютьюбе, а слушать можно и на нашем сайте, и в наших соцсетях, и на различных подкаст-платформах, в том числе и в первую очередь в Apple-подкастах. Поэтому комментируйте, ставьте оценки, лайкайте, так о нас узнает ещё больше слушателей и зрителей. Меня зовут Виктор Нехезин. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин